Эфир телеканала Беларусь4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Расфасованный наркотик – весы для точной дозы. В Гомеле милиция штурмом брала квартиру наркозбытчика. Тот попался с поличным. В марте был задержан житель агрогородка Ерёмина, который приобрел психотроп альфа-ПВП у молодого человека из Гомеля. Бойцы наркоконтроля проверили полученную информацию. После очередного факта продажи наркотиков было принято решение задержать наркозбытчика. На просьбы открыть дверь квартиру мужчина ответил отказом. Тогда и было принято решение брать её штурмом через оконный проём. Молниеносный захват квартиры позволил сберечь улики. Полимерный пакет с альфа-ПВП находился на весах для точного взвешивания. Фальшивки отменного качества исполнения. 50-рублёвые поддельные купюры засветились на кассах торговых точек и обменных пунктов в Гомеле. Расследуются факты распространения фальшивых полусотен в обменном пункте на рынке Давыдовский и в продуктовом отделе одного из крупных торговых центров. Милиции удалось собрать фото людей, в руках которых могли оказаться поддельные деньги. Правоохранители рассчитывают на помощь этих граждан в установлении происхождения купюр. Если вы узнали себя на фото или вам знакомы эти люди, просьба связаться с сотрудниками советского РОВД по телефону, указанному на экране. ЧП на улице Полевой в Гомеле. Накануне на месте пожара жилого дома и хозяйственных построек работало сразу несколько расчетов спасателей. На момент прибытия пожарных расчетов огнем была охвачена кровля двухэтажного дома и деревянный сарай. Хозяева строения пенсионеры находились на улице. Они не пострадали. Огонь полностью уничтожил крышу дома, потолочное перекрытие, чердак и вещи на втором этаже коттеджа. Сгорела и хозяйственная постройка на участке. Одна из версий ЧП – неосторожное обращение с огнем. В окончании выпуска оперативной информации от сотрудников госавтоинспекции. Накануне в ДТП с участием водителя-бесправника за рулем самодельного трактора погибла женщина-пассажир. В девятом часу вечера вблизи деревни Острожанка местный житель с признаками алкогольного опьянения не справился с управлением самодельного трактора. Машина опрокинулась и травмировала 30-летнюю супругу водителя, которая ехала в качестве пассажира. Мужчина доставил жену домой. Вызвал скорую. Медики констатировали смерть женщине. Не алкоголь, а животное стало виновником аварии в Чечерском районе. Вблизи деревни Залесье едущего мотоциклиста атаковала собака. Водитель, управляя мотоциклом и двигаясь по автодороге, совершил падение из-за внезапно выбежившей на проезжую часть из остановочного пункта собаки. С травмами мужчина был доставлен в больницу, где после оказания помощи отпущен домой. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания.